МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, благодаря телеканалу «Беларусь-4 Брест» и телемарафону «От сердца до сердца» моя мама здесь снялася. И не только Сашина, а и мары других хлопчиков и девочек. Сегодня целый день у промым эфиры они на ровне с профессийными телеведущими проводят наш доброчинный телемарафон у допомогу Кобринскому детячему дому. Корреспонденты новин зазернули у студию и зараз расскажут нам, что там отбывается. Вам нужно будет допеть песенку, которая начинается. Я на солнышке лежу, и на солнышке лежу, все лежу и лежу. Как и зауседы, сегодняшний эфир телеканала «Беларусь-4 Брест» распочал ранешний эспрессо. Але в незвычайном формате телемарафона. Его главная метода – помогши сродками и необходимыми речами Кобринскому детячему дому. А еще здесь не тьмару тех хлопчиков и девочек, которые вельми жадали опынуться у студии промого эфиру и попробовать себе у роли ведущих. Таким чином у первшим блоку телемарафона побоч с Алиной Лапиной и Виталием Ивановым трое юных коллег. Мы потекавилися у творческой группы и их уражениями от эфиру. Не волновался так никогда, у меня до сих пор трясется голос и трясутся руки, реально. Я не спал полночи, я не ел, и это вообще что-то странное, просто. Не знаю, для меня все как-то прошло очень спокойно и очень так по-доброму. Меня очень порадовало, что дети, они старались. Да, конечно, было видно какое-то вот такое волнение за счет того, что это был дебют. Но, тем не менее, гости, которые к нам в студию приходили, детки сами, все было очень классно. Трепет и душевное такое небезразличие. Мне очень понравилось, не знаю, получилось, но понравилось. Ну, было классно, я думаю, что все получилось, все было хорошо. А ты волновалась перед началом? Ну, да. Как считаешь, получился ли праздник у детей благодаря вам? Думаю, что да, то, что они обретут теми и то, что им помогут. Организовать и провести телемарафон справа непросто, а для того, как у себя тормалось все у кадры и по закадрам, працует великая телевизионная команда. Конечно, было очень много переживаний, но, тем не менее, наш эфир удался. Мы были первыми. Очень много детей, было много подарков, очень много звонков, розыгрышей. И я надеюсь, в дальнейшем, сегодняшний день, наша команда также справится с этой задачей. Гости программы «Ранешний эспрессо» пришли в студию не с пустыми руками. Комитет природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. Компания «Беростейский пекар» и областное управление МНС зарабили подарки к обринскому детячему дому. Заявилась уже и первая допомога от необыяковых брастовчан. Брест потихоньку просыпается, поступают первые подарки. Уже успела поздравить компания «Фрост» детей к обринскому детскому дому, плодо-овощь. И вот поступают подарки от семьи, которую снимали от многодетной семьи. Уся команда «Телерадио Компании Брест» вступает у них на «Телемарафон» не покинет городжана Баяковыми до допомоги детячему дому и сделает их жизнь больше ярким. И помните, что сегодня вы можете приклеить руку до нашей агульной доброй справы. Приносите свои подарки выхованцам Кобринского детячего дома по адресу улицы Куйбышева, 64, бо чужих детей не бывает. Вы можете так само перелечить и грошовые сроки на доброченный рахунок. Его номер вы видите на экране. «Телемарафон от сердца до сердца будет дожиться до 8-х один вечера. Долучайтесь». Мирослава Маньковская, Тегра Накопян, «Телерадио Компании Брест». «Телемарафон протягивается, а теперь до новин дорослых». Выники социально-экономичного развития Брестской области в первом квартале года и инвестиционная деятельность стали основными пытаниями по родку дня посяжения областного выканавчика комитета. Удел у его работы взял вице-премьер Республики Беларусь Анатоль Калинин. Открываючи посяжения, старшиня обл. выканкам Анатоль Лиз одразу отзначил. Выники социально-экономичного развития Брестской области в первом квартале бягучего года по кульне задовольняются полной меры. Не выконывается один из основных показчиков темп роста волового регионального продукта. В первом квартале неодренно спрацевали промысловость и сельская господарка. А вот будовники подводят. Больше всего, что нас волнует, мы это отмечали. Если бы у нас строительный комплекс нашей области сработал лучше, хотя бы на уровне прошлого года, то мы бы выполнили прогнозные показатели по ВРП в целом области. Анализуючи работу конкретно каждого района, на посяжение отзначили Кобринске. Як один, який выконвое – усе показчики. У аутсайдерах – город Барановичий и Маларыцкий район. Что не дозволяя працевать эффективно, у полной меры – головное питание, на яким засерудили увагу дельники посяжения. Пошук причин привел до высновы. Потенциал, как выправить становища, в области есть. Хотим ответить, что в апреле экономика области развелась положительная динамика. Как результат, степа ВРП вырос в сравнении с первым порталом на 1,3% пункта и превысил средний показатель по риску. Производительность труда по ВРП по оценке увеличилась на 1,4% до 99,1%. Становчивая динамика уже вызначается. Головное, как отзначил старшин Аблвыконкам Анатолий Лис, усим керавникам ГАР, райвыконкам, предприемствам и организациям на местах необходимо бачить и разуметь, что необходимо робить и у яким на керунку працевать. Так само удельники посяжения разглядели пытания инвестицийной деяностей и ход на рыхтоке корму и готовность сельско-господарших организаций региона до уборки урожаю. Людмила Салтина, Теграна Капян, Теля, радиокомпания «Брест». 7 и 8 червня в Минску пройдет третий форум регионов Беларуси и России. Брестская область у им примает активный удел. В планах шмат ликие сустреши с губернаторами российских регионов и подписание договоров. Мета третьих форум регионов Беларуси и России – поширить белорусско-российское региональное супрацовництво и соединиться с установлением промых контактов помеж регионами. Брестская область примет у форума активный удел. Мы с губернатором Калининградской области должны подписать договор о сотрудничестве непосредственно на форуме. Будем встречаться с нашими постоянными партнерами, регионами Российской Федерации, с которыми мы сотрудничаем – это и Краснодарский край, это и Воронежская область, это и Ямало-Ненецкий округ. С кем-то у нас существуют договора, с кем-то будем анализировать реализацию этих договоров. Кировник Брестской области дау целым становчу отзнаку супрацовництву нашего региона с регионами Российской Федерации и означу основные накерунки взаимодействия. Брестская область не уменьшает реализацию продукции на российский рынок. Естественно, что мы работаем активно в этом плане с российскими регионами. Анатолий Лис позначил, что активная работа по развитию межрегионального супрацовництва будет вестися не только на форуме регионов в Минске. В планах запросить шерох российских губернаторов в Брестскую в область, чтобы тут на месте продолжить работу по установлению промых контактов по межрегионами. Один день в партизанском отраде пропоновали провести наведовольникам мемориального комплекса партизанской славы Хаваншина, что в Ивацевицком районе. Татьяна Болтуй так само побывала там. 1942 год. Фашисты ведут на расстрел жихаров везки Затиша. Черговое зверство с засовезем ясцовых жихаров с партизанами. Вось-вось прогучать стрелы, а легетый бой на себе примает звичайный разведчик. Худка уже появится и партизаны, зрозумело, что силы противника значительно первозаходили, а не людей выротовали. На жаль, везка так и сидел необыт. Мы просто попадаем в машину времени, как будто бы переносимся. Не видишь ни зрителя, ни машин современных, ничего это не было. Вот есть конкретно вот. Задача поставленная, бежишь и каждый раз сердечко стучит и играет. Не было спокоя и в партизанском шпитале, не хватало ни медикаментов, ни перевязочного материала. Повседневная работа – это тоже часть большой войны. И каждый, кто делал самое маленькое дело, самую маленькую работу, он все равно приближал эту большую победу. Неподалеку командиры распроцовывают план боевой операции. Сувязист с пробоем передать на великую землю важную информацию, партизаны рыхтуются до боя. Тут же люди с 2016-го, быцем две реальности, сутыкнулись. Тая военная повстала перед врачима Ивана Тарасевича. У пинским партизанским взлучениям воевал два года. Приятно, что очень много молодежи. За молодежью будущее. И надо, чтобы не забывали, чтобы помнили историю. Первый партизанский отрад тут на Ивацевицкой земле заявился уже на 112-й день войны, когда народ стихийно уснялся набрать бускарниками. Хованщина стала центром партизанского руху. Если работать, так работать. Отдыхать, так отдыхать. Воевать, так воевать. А если за правое дело, то это еще, конечно, вдвойне воевать. Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина заявился на территории жительских лесов 45 лет тому. То, что сделал советский народ, не передашь словом подвиг. Это мало. Люди здесь не листоправдный суд всей краиной. И они сделали невероятное. Наша же миссия простейшая. Не дать сысти их подвигу у меня быт. Татьяна Болтуть, Александр Воронин, Александр Севицкий. Телерадиокомпания «Брест». На этом наш выпуск завершен. И мы нагадываем, что сегодня у День обороны детей на телеканале «Беларусь-4 Брест» проходит доброчинный марафон от сердца до сердца. Долучайтесь. Дякую тебе, Саша, за допомогу. Дякую вам. На этом все. Путя в курсе подей Брестшины. Доброго протягу дня и приемных новин до побочения. Редактор субтитров А.Семкин